Владимир Петрович Филонов проработал 60 лет водителем, сейчас на пенсии, а значит почти всегда дома. Для него наличие газа в квартире жизненно необходимо. Сидим без газа и все. Что дело дорогое, не знаю. Я вчера приходил, она говорит, а газовики правильно говорят, мы не имеем права включить, потому что, а вдруг там ушли, а газ приоткрыт. Потом выключателем щелкнусь и полдома отвалило. Наша съемочная группа была на месте уже в 9 утра. Здесь работала бригада горгаза. В этом доме вот уже три дня подряд, каждое утро работники аварийной службы разбирают трубы, подключают компрессор и выдувают воду из системы. Демонстрируют на камеру. Вода до сих пор находится в газовых трубах. Когда приехали сюда, работали в пятницу, здесь до 10 вечера. По всем стоякам. По первому подъезду выливалась вода, фонтан, который на отключающих кранах, который здесь опломбировал, бил почти на 50 сантиметров. И на последнем тоже, порядка метра, был фонтан. То есть прибор для подогрева воды был подключен в систему водоснабжения. Перепутали просто местами, скорее всего, шланги. На предмет подключения водоносной трубы газопроводу работники аварийной службы обследовали все квартиры, кроме одной. В ней долгое время никто не живет. К поиску владельцев подключили управляющую компанию. Уверяют, в скором времени проблема решится, и жильцы дома получат долгожданное голубое топливо. Работники «Севастопольгаза» обращаются к горожанам с просьбой для установки газового оборудования, водонагревательных приборов, пользоваться услугами специалистов. Это предотвратит случаи попадания воды в газопровод и обеспечит бесперебойную работу газоснабжающей системы. Сергей Краснослободцев, Дмитрий Еремеев, информационный канал «Севастополя».